С чистой душой Русская культура нежная и строгая С вечными надеждами, с замками во сне Русская культура это очень многое Что не обретается ни в одной стране Русская культура Русская культура Русская культура ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Слово для поздравления предоставляется Его Высокопреосвященству, митрополиту Самарскому Сызранскому Сергию. Уважаемый Виктор Федорович, господин Алексеевич, Ольга Васильевна, дорогие друзья, братья и сестры, дети, позвольте всех сердечно поздравить с праздником Рождества Христова, желать всем помощи Божией, радости, милости и, прежде всего, конечно же, мира внутреннего и внешнего. Божественный мир, к которому возвестили ангелы, разбег славу Вышнюю, Богу на земле мир и в людях благословения, благословения. Это мы всегда ожидали, ожидали и будем ожидать. И праздник Рождества – это напоминание нам о нашем детстве. Богомладенец Христос вводит человеческие измерения и касается сердца каждого человека, живущего на земле во все времена. Бог вчера и сегодня и вовеки, Он не меняется. Он призывает и скучит двери сердца каждого человека, чтобы мы делали первый шаг навстречу к нему и изменились. Мы пытаемся в течение многих тысячелетий все человечество, за дня сотворения мира, изменить, сделать мир счастливым, радостным, благоприятным, двоим друг другу счастья, полноты бытия и многого другого, который человек ищет в этом мире посредством различных способов. Но прежде всего, он определяет материальные отстанки решений, своих бытовых вопросов, других. Но человек, порой забывая самого главного, то, что он смертью. Однажды Бог постучит, сделает звонок и призовет его в вечное обидение. С каким чувством он пристанет перед Богом, об этом напоминает нам наша совесть. И детскость праздника, а это ощущается и во всех категориях и возрастных цензах, особенно касается и зрелого поколения, потому что пожилой человек вдруг начинает узнавать, что он не достиг того, чего хотел, имея материальный достаток и социальное благополучие, но утратил вот эту внутреннюю целостность, которую имеет ребенок, чувство, которое он воспринимает окружающий мир. Мир, который ему кажется в самом лучшем, в присутствии родителей, близких. В течение времени он, познание этого мира, к сожалению, теряет вот эту целостность и на закате земной жизни, понимая, что это ушло куда-то. Не бытие, а что-то главное, главного он не достиг. И вот это чувство деткости, это у всех людей, которые об этом пишут, писатели, свидетельствуют, философы, говорят богословы. Ощущение каждого человека, вот этой полноты бытия, то, что мы именуем, нам счастье. У христианина понимание счастья – это когда Бог в твоей жизни, Он всегда шествует. Чтобы ощутить Его присутствие, нужно иметь веру. И, Божья милость, сегодня эта вера к нам возвращается. Наша, историческая, о которой мы много говорим, о которой восставали, гнали, разрушали, кощунствовали, посекали на самое сокровенное. Какое-то безумие однажды она охватила. И вот, чтобы не повторить этого безумия, нужно возвратиться нашему народу на свою историческую дорогу. У нас своя неповторимая цивилизация, в которой мы растились и в которой будут жить другие поколения, она дамам миру самое лучшее. Это образ святых, это идеал, на который мы должны все стремиться к которому и подражать. И поэтому важно, что сегодня вера ходит в наше сознание, в нашу, отчасти, в повседневную жизнь. И меняется к лучшему. Порой это ведет с трудом, каким-то напряжением. Многие не воспринимают. Ведь решить внутренние социальные проблемы без веры – это нереально. Без Бога, говорит народная мудрость, не до порога. Пытались, будут пытаться, но, к сожалению, никогда этого не достигнут и не получится. Сегодня происходят в мире большие изменения. И вопрос веры стоит острый, вы знаете, из средств массовой информации. Он гораздо глубже, чем он публикует сегодня. И я думаю, что просвещенному человеку нужно необходимо знать свою историческую конфессию, в которой ты принесли жить, на которой воспитывались твои прерывки, а значит, и иметь представление, хотя бы знать чуть-чуть свои исторические корни, то ли генетическую велики, ведь мусульмане, Восток, все знают, в каком роду, в каком поколении выросли. И у них вот это обостренное чувство. Но у нас, к сожалению, так получилось, что мы вместо народу нас приводились, пытались приводить в толпу. Когда человек утрачивает веру, он уже не народ. Трается язык, традиция и культура. Это легкоуправляемая масса, толпа при Евангелии. Когда народ, объединенные три составляющие, это национальная идентичность, это вера и культура. Вот эти факторы, которые сохраняют целостность народа, как народ. И, конечно, важный факт, это вера. Она является отридающим, поэтому порой сознательно нас отнимали, чтобы приводить нас в толпу, чтобы мы не знали своих корней, куда мы происходим, как нам жить. Безавтомной, самодостаточной личности, воспитанной на нашей традиции, мы не получим стабильной семьи и сильного государства. Личность, она проявляется тогда, когда она имеет образ Божий в себе, во Христе. И эта личность созидается на Божественных началах. И этот человек может привнести очень много полезного в общество, создать что-то гениальное, явить миру некую красоту, которая станет достоянием целых покорений, а, возможно, и мировых сообществ. Поэтому этот гений рождается не на пустом месте, а именно воспитывается. Иоанн Славову говорил еще в IV веке, это величайший учитель церкви. Пожалуй, то, что сегодня говорят современные политики, писатели, философы, такая мамина пародия, то, что глубже никто не сказал. Он говорил, что воспитание, ради воспитания детей нужно отложить все проблемы. Политически, экономически, социально. Если мы захраним детей, мы захраним будущность нашего государства. И поэтому сегодняшнее торжество, оно исполнено радостью. Вот слава Богу, что в наше национальное самосознание сегодня входит вот это божественное измерение. И поэтому дай Бог, чтобы на этой почве, на церковной ниве христианской веры произошли новые семена, плоды, которые дадут нашему Отечеству творческих личностей, которые не безразличны особо нашей великой державы, которые будут любить, беречь, защищать, как делали наши предки. И тогда мы станем именно сильной державой, Богом храним, которую мы всегда говорим, и в гимне мы поем, потому что Михалков сознательно применил термин «гимн Богом храним». Мы действительно так говорили есть и на генетическом уровне культура сохраняла наши православные ценности. Сегодня это было заявлено в 21 веке открыто, поэтому дай Бог, чтобы приумлажалась вот эта сила веры в сознании наших людей. Будет вера, что будет молитва, тогда мы поверить непобедимы. Об этом говорили святые, просто мы забыли или не прислушали голосу нашей Святой Церкви, устами которой говорит сам Бог. Как бы ни носили Церковь, она была и будет камнем преткновения, потому что это Господь сказал. Люди хотят жить по своей воле, но воля Божия она именно произрастает в сочетании Божественной правды и человеческой веры. Вот в этом сработании происходит некий Божественный Сиренгиз, который дает обильные плоды произрастания духовных началов жизни этого общества. Я сердечно еще раз всех поздравляю, творческие коллективы, особенно детские образовательные центры, которые выступали из различных регионов нашей губернии. Это маленькая Толика, которая заявлена, всех не мести. Но я был и на локальных таких встречах детских центров, видел их концерты, слушал их песни и радовался вместе с ними этому великому торжеству. сегодня от нас Бог только просит, чтобы мы открыли двери в свое сердце, чтобы исполнилась наша душа верой и чтобы мы осознали, кто мы на этой земле, если мы примем активное участие и в молитвенном состоянии, а это немаловажно, потому что через молитву освещается сам человек и окружающий мир, земля, тогда она и произрастает добрыми плодами во всех отношениях, это уже подтверждено, поэтому дай Бог добрый путь, мы живем в интересном, очень перспективном время, не взирая на те события, те страшилки, которые идут, потому что мы в Боге и с Богом, Он с нами, а с нами наша вера православная, которая всегда нам помогала выстоять в различных жизненных невзгодах и испытаниях, потому что с нами божественная правда. С праздником! Ваше Высокое Преосвященство, мы благодарим Вас за праздничное приветствие и просим принять в подарок этот скромный букет хоро, так и «Божественная» «Божественная» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Праздник Рождества Праздник Рождества Праздник Рождества Праздник Рождества Праздник Рождества Праздник Рождества